Виктория Агапутина 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 Там вся моя довоенная жизнь, как говорится. Среди новшестей особенностей нынешнего парада – винтокрылый гирокоптер, миниатюрные разведывательные дроны и квадрокоптеры, а также конная группа реконструкторов в форме фронтовиков, которая воссоздала образы советских кавалеристов времен Великой Отечественной войны. Посмотреть на парад пришли тысячи брещан и гостей города над Богом. Пришли на такой светлый, замечательный праздник, как 9 мая, посмотреть парад, поддержать, вспомнить, что была победа, чтобы никто не был, никто не забыт. Все все помним. У нас приехали гости, сын с невесткой, с детьми, специально ехали. Моей невестке брат с семьей приехал, чтобы посмотреть этот праздник, запомнить, как празднуют Брест. Умеют геройские за честь умирать простые советские люди. А кто за Отечество мог постоять, Отечество тех не забудет. Над крепостью Брестской на подвиг зовет свидетель бессмертия, камень. Товарищ, товарищ, за мною вперед, на стены, на стены, под знамя. День Победы – это священный праздник, дань памяти, глубокого уважения и благодарности советским воинам, друженикам тыла, партизанам и подпольщикам, всем, кто приближал победу. Тысячи брещан и гостей города над Богом пришли в мемориальный комплекс Брестская крепость-герой, чтобы почтить память тех, кто, не жалея сил и жизни, дал отпор фашизму и отстоял нашу Родину. Празднование Дня Победы продолжилось в Брестской крепости, где прошло торжественное шествие войск Брестского гарнизона, руководства области и города, ветеранов и брещан. Вслед за ними дружным строем шли участники республиканской патриотической акции «Беларусь помнит, помню каждого». Более 7 тысяч человек с чувством гордости и тепетонесли портреты своих предков, участников событий страшной кровавой Великой Отечественной войны. За каждым фото стоит история маленького человека, чья жизнь изменилась на до и после. Сегодня в руках я несу фотопортрет Павла Алексеевича. Он работал порядка 50 лет в таможенных органах, в Брестской таможне, в таможне «Западный Бук». Участвовал в снятии блокады Ленинграда. И вот сегодня мы вместе с нашими коллегами вспоминаем этих людей, профессионалов своего дела с фронтовой закалкой. Зинаида Портнова прошла очень тяжелый путь. Во-первых, одно из первых ее заданий было отравить солдат. В столовой она подсыпала яд в суп. Благодаря этому ей удалось отравить более сотни солдат. Конечно же, не заметить это было невозможно. Поэтому немцы начали искать, кто же это сделал. И сказали всем работникам кухни съесть по тарелке такого супа. Зинаида Портнова также съела суп этот. И отравилась. Но она не погибла. То, что она выжила, это просто чудо. После этого она не могла оставаться в деревне. Потому что это угрожало и ее жизни, и жизни ее родных. Она примкнула к партизанскому отряду. Там она также помогала партизанам. И вскоре она получила новое задание, как казалось, последнее. Это мой папа. Горохов Виталий Дмитриевич. Рядовым. Пошел на войну. В 16 лет написал два года. Брал Прагу. Прожил жизнь достойную. Поэтому я с ним сейчас и иду. Пусть о тысячах людей, изображенных на портретах, нет ни слова в учебниках истории. Для их близких и потомков они настоящие герои. Не только потому, что они партизан или погибли на фронте, или бежали из плена. Они остались людьми, воспитавшими следующее поколение. Они, словно древние волхвы, несли в себе невиданную мудрость и стойкость, словно летописцы, хранили в памяти имена и события, чтобы достоверно сохранить историю тех, чьи уста навсегда замолкли в родной и чужой земле. Я принес портреты моего прадедушки Балакина Афанасия Михайловича и моей прабабушки Балакина Нины Ивановны. Это мои родственники по маминой линии. Я горжусь, я помню это все герическое прошлое моей родины. Спасибо деду за победу. Это два моих дедушки по матери линии, по маминой и по линии отца. Этот воевал с 44-го года по 45-й год в Польше. Был награжден государственной наградой. Есть описание подвига на сайте памяти народа. Я это все нашел и восстановил. Значит, он был ранен несколько раз в бою. Несмотря на то, что получил ранение, дальше продолжал бой, получил государственную награду за боевые заслуги. Второй мой дедушка, Иванюк Василий Минович, воевал еще начиная с Финской войны, с 1940-го года. Потом, к сожалению, был в плену во время Второй мировой войны, но вернулся живым. Дальше жил и работал в городе Кобрине. Поэтому мы всегда ходим на каждый день победы со всей семьей. Привожу своих детей, внуков уже привожу. В руках моих два портрета. Один мой дедушка Цуник Виктор Степанович. На данный момент не было фотографии. Мы сделали так. Он воевал, прошел войну, оставил дома восемь детей. И в другой руке мы уже нашли его портрет до войны. И бабушка уже после войны. Соединили этих два портрета. И я их тоже всегда ношу, потому что я считаю, что бабушка сделала немало для того, чтобы вырастить одна восемь детей. Моя дедушка-бабушка с Брестской области, из Рогищенского района. Дед ушел на войну, оставил ее одну дома. Он с 905 года погиб в 1945 году, 13 апреля, под Кенисбергом. Награжден медалью за взятие Кенисберга. Для каждого человека, кто сегодня пришел в Брестскую крепость, а это тысячи людей. Женщин, мужчин, девчонок и мальчишек, малышей с бабушками и дедушками. День Великой Победы – праздник ликующей радости торжества и светлой печали. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях. О тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал победу. О тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей памяти. Это день великого подвига. Он в каждом из нас. Это праздник единства поколений. В наше время очень важно знать и хранить свою историю. Быть наследниками Великой Победы – высокая честь. И память о подвиге отцов и дедов мы должны сохранить живой и неоскверненной на века. В сердце праздника Брестская крепость, священная цитадель над Богом, по традиции, становится центром всех событий. Она первой приняла удар гитлеровских войск. Здесь сражались до последнего патрона. Это был первый, но такой важный вклад в победу. Живые букеты цветов несут люди, которые помнят истории жертвенности и подвига. Которые хотят, чтобы память не была придана забвению. Чтобы их дети и внуки знали правду и помнили. Это в первую очередь говорит о нашей благодарности за 79 мирных лет. Она в наших сердцах. Брестская крепость останется символом победы, в первую очередь для белорусского народа, для всего народа мира, потому что здесь зарождался первый героизм. И сегодня можно сказать, что мы продолжаем эти традиции. И в следующем году уже часть молодежно-патриотического лагеря, наша союзная молодежная стройка нашей страны, примет первую расширенную группу наших молодых людей, которые будут здесь воспитывать и вспоминать силу воли своей, которая необходима для того, чтобы помнить, верить и хранить будущее нашей страны. Но самое главное, где учиться жизни, где учиться памяти лучше, чем Брестская крепость, конечно, наверное, для высокого патриотического воспитания. У нас очень много почетных, знаковых и хранимых государством святых мест. Но Брестская крепость для многих станет и детей, для тех, кто сегодня приходит на все праздники. А вы видите, сколько сегодня брещан в нашей крепости. Потому что мы знаем, что такое победа, мы знаем, что такое свобода нашего государства. И земля у нас одна, как сказал наш президент, за нами она и останется. Сегодня перед павшими солдатами склонили головы представители вертикали власти, депутатского корпуса, общественных организаций и объединений, военные и молодежь. В праздничный день на площади в Брестской крепости состоялся торжественный митинг, посвященный 79-й годовщине Великой Победы. Отдать дань памяти и уважение тем, кто мужественно сражался в боях, и тем, кто не вернулся с поля боя, пришли брещаные гости города. В память о неисчислимых потерях и жертвах войны, заполненная людьми, площадь церемониалов на минуту погрузилась в молчание. Звенящую тишину разрядили залпы оружейного салюта. Кровопролитная война Кровопролитная война забрала миллионы человеческих жизней и тех, кто с оружием в руках оборонял родной порог и простых мирных жителей. Практически нет в Беларуси семьи, историю которой Великая Отечественная обошла бы стороной. Практически в каждой есть кого вспомнить. В моей семье тоже есть, я думаю, моя семья не стала исключением. Моя бабушка была блокадницей Ленинграда, и в первый прорыв по Ладоге была эвакуирована Кореллофинскую, тогда СССР. Этот человек стойкий по жизни, крепкий духом, и, наверное, эти качества мы должны сохранить. Я вот для себя многое думал по этому поводу. Мы должны быть сегодня хранителями этой памяти. Наверное, не дать ослабнуть силе духа. И, наверное, это нас подвигает на подвиги, чтобы мы прославляли наш любимый город и нашу страну. У меня два деда, они оба фронтовики, участники тех страшных событий. Ну, они оба, к счастью, прошли эту войну и остались живы. Ну, и воспитывали и меня, и вот брата моего, вообще нашу семью в традициях, в любви к родине, чтобы... Ну, конечно же, самое главное, то, о чем они говорили, это чтобы та трагедия не повторилась. Это вот, наверное, основное и самый главный нарратив, который проходил во всех их словах. Важно помнить, не только в праздник, потому что кроме нас, наследников, поколения победителей, больше некому мир стремительно меняется, перекраивая не только настоящее, но и прошлое. Если Запад сегодня рушит памятники великим солдатам и своей национальности, и русских, и белорусов, того большого Советского Союза, то сегодня наша страна, весь Советский Союз, потому что сегодня мы в этой части объединились для того, чтобы, в первую очередь, помнить. Сегодня память, наверное, самое дорогое. И когда мы не похороним последнего солдата, не закончится война. Сегодня в стране очень много ведется работы для того, чтобы эту память еще увековечить дальше. Мы восстанавливаем кладбище, мы цифруем все захоронения. Сегодня доступны многие вещи, которые стали сегодня архивные. Материалы позволяют сегодня видеть то, что было. Очень много сделано нашим государством. В плане геноцида. Что закопано под землей. Какие варварства. Какое, так сказать, наследство нам оставили эти фашисты в земле. Чего они расстреливали наши детей. Наше мирное население. Поэтому сегодня, сохраняя наши захоронения, мемориалы, и сегодня в Брестской крепости, находясь в мемориале героя непосредственно, мы понимаем, что такое мужество, что такое память, и сколько она будет жить. Она будет жить вечно. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности, долгу, любви к своей стране. 80 лет мы живем под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем детей. Проходит десятилетие, меняется поколение, но память о великой победе и о вашем подвиге остается в сердцах у белорусского народа. 9 мая – это день нашей общей памяти. Нас объединят глубокие пронзительные чувства к нашим отцам, детам, прадедам. Мы сердечно благодарим тех, кто в строю, кто рядом, и не скрываем при этом своей гордости. Очень много сейчас делается для тех ветеранов, которые остались живы. Они окружены заботой и вниманием. Но это люди очень скромные. Я сам поздравлял вот эти праздничные дни ветеранов, которых, к сожалению, осталось очень мало. Но они благодарны нынешнему поколению, а мы благодарны им. Это вот, знаете, такое взаимное движение. На самом деле государство делает очень много. И в плане материальной поддержки, ну и самое главное, для них это, наверное, важнее всего, такая вот духовно-эмоциональная поддержка. Все дальше от нас. Великая Отечественная война. Она все больше. Обрастают легенды имена героев боевых сражений все меньше. Становится среди нас ветеранов. Но память благодарных потомков нисколько не убавляется. Годы отдаляют события, но не благодарность живущих сегодня. Старики и дети, женщины и мужчины, все встали в ружье и все сражались. Мне было 12 лет, я пошла воевать, потому что всю семью расстреляли. Брата живьем закопали трехлетнего. Это фашисты, это фашизм. Я не боялась смерти. Я... Месть настолько велика была, что смерть не страшна. Единственное, боялась к ним живой в руки попасть. Что я хочу сказать? Беречь Родину и никогда не забывать о том, что Родина не просто так, а Родина-мать называется. Беречь надо ее, тогда все будет хорошо. Пожалуй, нет таких слов, которые могли бы полностью выразить всю глубину признательности героям, спасшим без преувеличения весь мир от коричневой чумы. А ведь благодарность важно успеть выразить, ведь с каждым годом на земле все меньше остается солдат Победы. Приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы. Люблю подолго слушать я их речи и беседы. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с надеждой шагала. 9 мая – это вообще святой день. Святой день не только для нас, для всего постсоветского пространства, для всех белорусов, в каждой белорусской семье есть кто-то, кто остался на этой ужасной войне. Самое главное нам сохранить этот мир, ценить его и радоваться жизни. Это самое главное. Поэтому от себя, от всех белорусов хочу поздравить брещан, белорусов, Беларусь родную, постсоветское пространство с этим праздником, с светлым праздником. И пусть он останется один и будет просто приумножать годами. Для меня святой праздник. Потому что в 43-м году дедушку моего фашисты замучили. Ну, убили. Вот я не знаю, где его могила, не знаю, ничего не знаю. Вот прихожу 9 мая, вспоминая его. Мирного неба, солнца. И чтобы будущее поколение не знало то, что я ощутил там в Афганистане на войне. Война – это страшная вещь. И чтобы люди жили долго и счастливо. День Победы – это священный день. Мы будем помнить всех героев Победы, потому что они заслужили уважение и память. 60 тысяч людей в одночасье смогли ощутить гордость, замужество и самоотверженность нашего народа. Скорбь от тех, кто не вернулся в жестоких и праведных сражениях. Бои, победные залпы Великой Отечественной отгремели 79 лет назад и сегодня на праздничные мероприятия люди шли с хорошим настроением, добавляла улыбок и погода. Торжественное шествие воинских подразделений Брестского карнизона стало заключительным аккордом митинга. Сегодня 9 мая мы празднуем выдающуюся дату День Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. В этот день мы низко склоняем головы перед теми, кто сберег от уничтожения нашу Родину, кто спас от фашистского рабства, дал свободу и независимость многим странам. Мы поздравляем вас, дорогие ветераны и всех жителей славного Берестейского края с мирным небом, с пением птиц и ароматом цветов, с детским смехом и счастьем быть свободными. Мы поздравляем вас с тем, что много лет назад наш народ совершил подвиг и преодолел войну ради жизни и ее продолжения. Поздравляем вас с Днем Победы. Пусть память о событиях Великой Отечественной войны не позволит нам не любить жизнь. Здоровья вам и еще долгих лет жизни. Дай вам Бог стать примером многим поколениям нашей молодежи. И самое главное знайте, что вас помнят и любят за ваш беспримерный и самоотверженный подвиг в годы войны. В этот праздник хочется поздравить всех наших людей и пожелать всем добра и любви. Давайте стараться жить в мире и согласии и всегда помнить тех людей, что сложили головы на полях войны во имя нашего мирного будущего. С Днем Победы! Праздничный выпуск провела Виктория Гапутина. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин